итак всем привет сегодня я бы хотел поговорить детально о страйкбольной версии пистолета чз shadow 2 не так давно я записывал ролик где сравнивал shadow 1 и shadow 2 страйкбольные сейчас же я хочу подробно остановиться именно на shadow 2 значит что он на себя представляет производится ну якобы производится компании sg хотя на самом деле производит его компания kg works просто сг есть там договор или как там соглашение с компанией чз на производство копии их оружия к живые делает по лицензии сг ну как утверждается под контролем сг в принципе так сложилось что я некоторое время уже занимаюсь ремонтом страйкбольного и пневматического оружия и могу сказать что да пистолет сделан лучше чем обычные киджи ворсковские пистолеты значит смотрите что в нем интересного во первых это полная копия боевого пистолета чз shadow 2 сразу он идет в комплекте но полностью внешкой соответствует сразу стоят щечки арктикайз как на боевом пистолете вес у него соответствует со снаряженным магазином он 1250 или 270 грамм выполнен из прочных сплавов там какой-то авиационный алюминий еще что-то отлично сидит в руке выглядит отлично по внутренностям есть нюансы но об этом чуть чуть попозже для чего его можно использовать пострелять 6 миллиметровыми шарами есть возможность в комплекте идет начать со дважды магазин я сразу же с ним вместе взял и грин газ магазин то есть можно стрелять и на грин газе и на co2 стреляет очень точно никаких в принципе внутренних тюнингов после покупки не требует внутренний стволик у него стоит уже уменьшенного диаметра что обеспечивает повышенную точность по скорости меня удивило что и грин газ магазин и со дважды дают примерно одинаковые на грин газе около 100 метров 102 в секунду шариком 0 20 грамма на co2 что ну там метров на 5 больше но на co2 что магазине более чувствуется ход затвора более сильная отдача значит в принципе также его можно использовать для тренировок те кто увлекаются практической стрельбой загнестрельного оружия поскольку он точно копирует боевой аналог также можно использовать для упражнений холощения в принципе даже производитель сам рекомендует что для холощения можно в него поставить пружину от боевого пистолета для него это допустимо единственно что на газу уже работать не будет просто газу не хватит силы отвести затвор назад но для холощения вполне подойдет пружина стоит не так дорого и заменить ее это дело в принципе десяти секунд по поводу значит самого исполнения выкрашен отлично детальки все вроде крепкие но вот есть у него нюансы какие значит первое что здесь выйдет из строя как правило в них выходит это затворная задержка рычажок затворной задержки слизывается и пистолет перестает вставать на затворную задержку устраняется в принципе достаточно быстро спал с помощью напильника чуть-чуть подточить рычаг или затвор и в принципе все будет опять работать когда износится можно либо купить новый рычаг затворной задержки либо нам заниматься какой-то сваркой еще чем в принципе купить не проблема до пистолет час найти достаточно в продаже проблематично я нашел в магазине ну типа официальным представители асг это магазин order.ru вот ребята очень вежливые все объяснили заказал и наложенным платежом пришло вздек все пришел проверил то есть со вскрытием посылка была то есть сертификат приложен можно прийти осмотрите все осмотрел только после этого оплатил и забрал цена на него конечно сейчас достаточно высоковато примерно насколько он не обошелся где-то сам пистолет 1020 и дополнительный магазин 2900 рублей до магазина у него совместимый shadow 1 и с обычной чз-75 только на чз-75 нет вот этой пятки значит в итоге что мы получаем за эти деньги то есть отличную копия боевого пистолета который можно использовать как ммг но при этом еще можно и пострелять страйкбольными шалай шарами в принципе также можно использовать для упражнений для холощения то есть в принципе на то как он выполнен и сколько функций он может одновременно выполнять очень даже неплохо хотелось бы конечно цену тысяч в 15 но увы сейчас он стоит но сколько стоит еще и при этом повторюсь найти его достаточно сложно вот я захотел искал наверно ну для три по всем магазинам вот случайно наткнулся только на единственный магазин где его продают ссылочку на всякий случай оставлю в описании у меня лично от него ощущение только положительные то есть пострелять по мишеньке приятно точно кучность отличная в руке но ощущается пистолет 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 прям давайте посмотрим как он разбирается естественно магазин взводим курок отводим затвор чтоб тут совпали так скажем две рисочки вынимаем рычажок затворной задержки снимаем затвор чтобы дальше разобрать можно снять значит возвратную пружину вынуть стволик но зл выкручивается болт и в принципе по моему все он вынец и либо не помню надо снимать прицел лет по моему нет на этом на этой модели не нужно собирается еще проще ставим на место затвор затворную задержку доводим до этих планочек и просто я дальше защелкиваем все все готово не помню говорил не говорил покрашен он тоже достаточно приятно не помню у них там какая-то специальная технология покраски но выглядит достаточно здорово не знаю как на видео это видно не видно также можно при желании конечно заморочиться купить какой-нибудь внешний тюн можно купить дополнительные накладочки их не других цветов или просто взять от боевого пистолета можно поменять целик на какой там оптоволоконный мушка здесь и так уже оптоволоконная кстати цели к регулируемый его можно смещать влево вправо ну в принципе все очень классно предохранитель работает только при заведенном курке все спуск блокируется если подытожить пистолет подойдет и для тренировок и для холощения тем кто занимается практической стрельбой просто коллекционером ну например как я для меня он больше имеет коллекционную какую-то ценность чем тренировки нужно далеко не практический стрелок и практической стрельбой в принципе не увлекаюсь и также можно из него поиграть страйкбол можно просто популять по мишенькам то есть в принципе очень достойная вещь всем спасибо за просмотр смотрите другие мои видео ставьте лайки подписывайтесь и и и и и и и